Диагональ 86 Сергей Кивалов заявляет, школа должна быть доступна для всех одесситов, в том числе и для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Однако на данный момент город не идет навстречу. Вероятнее всего, данный вопрос будет решаться уже с новым составом Одесского горсовета. Выгоднее платить за коммунальные услуги, чем построить школу. Город школу никогда не построит. Ни один мэр еще не построил ни одной школы. Если построили у нас лицей, то и строили лет, наверное, 15. Один начинал, второй, потом третий, четвертый там заканчивал. А здесь готовая, мы построили эту школу. И говорим, оплачивайте за коммунальные услуги. И это будет выгодно в целом для города. Сергей Кивалов подчеркивает, построить уникальное образовательное учреждение не удалось бы без политической поддержки Украинской морской партии. На всех этапах строительства у проекта хватало недоброжелателей. Но Украинская морская партия всегда была на стороне грамотной и образованной Одессы. Я не думаю, что получилось бы построить вот такую школу будущего, если бы не было поддержки Украинской морской партии. Мы все, что заработали, нашли мы тех людей, которые неравнодушны к городу. Они, как правило, все члены Украинской морской партии. И они, видите, оказывают реальную помощь в строительстве нашего города, в развитии нашего города. Для обучения учителей работе с данными интерактивными панелями в школе были организованы специальные курсы. Представители научного парка Synergy, которые занимаются разработкой программного обеспечения и поставкой оборудования, учат преподавателей не только работать с новыми устройствами, но и разрабатывать свои учебники и электронные презентации к урокам. Это интерактивные панели 86-й диагонали, которые позволяют создавать интерактивные уроки в игровой форме, в форме интерактива, с переворотами. На ней может быть биология, химия, английский, всевозможные занятия. Это смарт, это канадский производитель, мы являемся дистрибьюторами и под нее создаем всевозможные программные обеспечения. Электронное обучение лежит в основе всего учебного процесса школы будущего. В интерактивной форме будет выполнено и школьное расписание, к которому будут иметь доступ все учителя, школьники и их родители. Также, кроме интерактивных досок, для обучения будут применяться интерактивные парты. Это эксклюзивная работа специалистов научного парка Synergy, который не имеет аналогов в мире. Парта представляет собой двухсторонний стол, где с одной стороны расположена интерактивная панель, а с другой – обычная поверхность для письма. Парта управляется с помощью специального механизма, а программное обеспечение позволит всем ученикам класса совместно работать над тем или иным заданием. Учителя уверены, что использование новых методов обучения параллельно с традиционными позволит больше заинтересовать детей и даст дополнительную мотивацию к учебе. Игровая форма обучения не ограничивается только плоскостью экранного дисплея. Самым маленьким помогать в учебе будут и специальные роботы, которые умеют считать, писать и даже рисовать. Мы, конечно, используем новые технологии, но все равно у нас будет уклон и на моральное воспитание, и на семейное воспитание. То есть это все будет очень важно, это все будет взаимосвязано. Я думаю, что новые технологии нам только в этом помогут. Занятия по обучению учителей длятся уже несколько дней. После каждого этапа обучения учителям дают домашние задания, а по окончанию учебы им предстоит сдать экзамен. На сегодняшний день в школе у нас проходят курсы для учителей, чтобы они умели работать на вот этих современных досках, которые мы получили, смарт-борд. Занятия у нас уже несколько дней длятся. Как и положено в школе, мы получаем домашнее задание и в конце будем сдавать экзамен. Мы уже много чего научились делать на сегодняшний день. Это интерактивные тесты, это игровые шоу, это разные такие интерактивные моменты, которые заинтересуют не только каждого ребенка, но и каждого учителя в своей работе. В Международной академической школе Одесса особое внимание также уделено подбору педагогического состава. Все учителя прошли очень строгий отбор и в результате был собран довольно молодой и прогрессивный коллектив новаторов, которые готовы участвовать в работе новой школы будущего. Для того, чтобы зайти в класс и обучать учеников, преподаватель досконально должен знать свой предмет. Начиная со средней школы, под каждую дисциплину будет отведен специализированный кабинет, оформленный соответствующим образом. Также с первого класса в школе будет введено обучение иностранным языкам. Когда ребенок заходит в класс, он знает, что это класс английского языка. Если он забыл, то он поворачивается, смотрит на стенку и сразу определит. Кроме учебного процесса в школе также хорошо продуман и досуг детей. Здесь созданы все возможности и для занятий спорта, и для занятий творчеством, также духовного развития и изучения дополнительных дисциплин. В основе школы находятся два православных храма – Иоанна Богослова и Сергия Радорнишского. В школе также будут преподавать закон Божий в качестве факультативного предмета. В отдельном здании, соединенном с основным корпусом галереи, находится школьное кафе, спорткомплекс с огромным спортивным залом и двума бассейнами, а также киноконцертный холл. Осталось меньше двух недель до начала первого сентября, и мы готовимся к школе, к началу учебного года, готовимся принять наших детей. В случае, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, и украинские школы снова вынуждены закроют на карантин, в международной академической школе Одесса готова все для того, чтобы продолжить образование дистанционно.